Сегодня у нас будет небольшой теоретический семинарчик, посвященный вопросам установки и настройки Hyper-V. Для тех, кто совсем с этим инструментом не работал, я думаю, будет полезная информация. И начнем мы, собственно, с презентации того, кто этот доклад подготовил. Меня зовут Дмитрий Чернов, я являюсь сертифицированным тренером Microsoft. Здесь представлены мои сертификатики, естественно, не все, их гораздо больше, они на сайте специалист присутствуют. Собственно, для того, чтобы разместить их все, мне странички бы не хватило. Поэтому я взял, что называется, первые попавшиеся два сертификатика и их разместил. Для того, чтобы как-то заполнить это поле. Те, кто меня занимался, знают, кто я такой. Ну и на этом я думаю вопрос закрыть. И давайте мы приступим непосредственно к самой тематике, к материалу. С чего начинается установка Hyper-V. Ну, я надеюсь, каждый из вас уже в курсе, что это за продукт, зачем он нужен, раз вы подключились. Так вот, установка Hyper-V, она начинается с необходимости проверки возможности самой процедуры установки. Для того, чтобы поставить гипервизор, вам нужно, чтобы ваше оборудование поддерживало. Вот, иначе в процессе установки вы столкнетесь, ну, либо уже в самом процессе установки с проблемами, либо впоследствии, когда будете эксплуатировать. Для этого самым простым способом является, конечно же, это уведомление от вендора, что то, что вы купили, сервер, который вы купили, он поддерживает все эти технологии. Вот, ну, как правило, все современные системы, все современные сервера поддерживают гипервизор. Сотрудничество, конечно, оно присутствует между производителями оборудования и производителями софта. Вот, ну, а если такой информации у вас нет, или вы сервер собираете сами, то есть, ну, по понятным причинам, ради там экономии, всякое бывает в жизни. У всех есть возможности приобретать сервера от крупнейших производителей. Вот, для этого можно использовать утилитку System.info, и главное нам убедиться в том, что поддержка по основным элементам для именно Hyper-V, она у нас присутствует. То есть, у вас будет информация, если все поддерживается, то есть, virtualization включено, second-level address translation включено, все это у нас есть, можно смело ставить гипервизор. Сама по себе установка гипервизора – процедура достаточно простая, как и все собственное в Microsoft. Ну, для этого я, давайте, сразу покажу. Если кто никогда этого не делал и с нуля это все конфигурирует, вы после установки сервера попадаете, ну, я надеюсь, опять же, на начальном этапе у вас все-таки будет графический интерфейс, впоследствии можно уже работать с командной строкой. Процедура установки выглядит следующим образом. Вы нажимаете в секцию «Добавить роль» или «Компоненту операционной системы». Здесь находите в списке «Компонент гипервизор», он у меня уже стоит, выбираете его, и, собственно, дальше завершается процедура. После этого компьютер перезагрузится, и у вас появится возможность работать с гипервизором. Собственно, процедура, как я уже сказал, у установки достаточно простая в Microsoft. А теперь давайте мы, собственно, разберемся с настроечками, и где что мы будем конфигурировать, настраивать, размещать и все прочее. Для того, чтобы наша виртуальная платформа работала, нам необходимо размещать виртуальные машины где-то. Для размещения виртуальных машин используется хранилище. Желательно, чтобы эти хранилища удовлетворяли определенным критериям и требованиям. И давайте мы об этом поговорим, потом в сети, соответственно, рассмотрим. Что касается Storage Options Hyper-V. Виртуальные жесткие диски, с которыми вы будете работать, там, где, собственно, и хранятся данные виртуальных машин, они бывают трех видов. Это, условно говоря, старый формат VHD, более новый формат VHDX, и специфический для специальных задач – это VHDX. Сами диски бывают Fixed Size, фиксированную размеру, то есть, когда вы создаете виртуальную машину, выделяете для виртуальной машины диск фиксированного размера, он будет занимать у вас на дисковом хранилище ровно такой объем, который вы укажете при создании жесткого диска. Динамически расширяемые – это диски, которые будут создаваться изначально с размером равной нулю, и в процессе эксплуатации этот размер будет увеличиваться до максимальных размеров, определенных настройками вашего жесткого диска. Pass-through диск – диск, который предоставлен виртуальной машине напрямую, то есть, у вас есть физическое устройство, и, минуя платформу виртуализации, вы это устройство предоставляете виртуальной машине. Таким образом, можно рассчитывать на максимальную производительность с минимизацией латентности. Дифференциальный диск – это диск, который вы можете использовать для ускорения создания новых виртуальных машин. Суть его очень простая. У вас есть готовый объект в виде виртуальной машины с настроенной операционной системой. В основном подходит, конечно, если вам нужно тиражировать, для обучения очень хорошо. Так вот, если у вас есть готовая виртуальная машина с готовой операционной системой, полностью настроена, то для того, чтобы создать новую операционную систему и новую виртуальную машину, вы можете пойти по пути создать новую машину, поставить операционную систему, полностью настроить, но это, как правило, длительный процесс. И если вы хотите этот процесс ускорить, сделать его более легким, то вы берете в качестве некого эталонного образцового объекта машину, ну, допустим, с 12-м сервером, и на базе этой машины создаете ровно столько дочерних виртуальных машин, сколько вам нужно. Для этого используется образ дифференциального диска. Вы создаете этот дифференциальный диск. Давайте я, собственно, это продемонстрирую. Процедура тоже достаточно простая. Новый жесткий диск. Как раз вот вам зададут те вопросы, собственно, как по презентации, да, какой тип диска. Является ли он, допустим, у вас дифференциальным фиксированным либо динамически расширяемым. Дифференциальный диск, как я уже сказал, это диск, который создается на базе родительского. И, значит, имеет нулевой размер. Например, все, что считывается, все данные, которые считываются и не меняются, они считываются с родительского диска. Если данные в процессе работы меняются, то они пишутся на дочерний диск. То есть все модификации, все изменения пишутся на дочерний диск. Вы выигрываете в скорости подготовки новой виртуальной машины. То есть для того, чтобы создать новую виртуальную машину, вам достаточно воспользоваться визорном, визорном, подготовить, ну, можно прямо написать. Нет, есть. Если у вас есть готовая операционная система и базовые диски, то вы просто указываете, где они у нас лежат. Я буду пользоваться, собственно, непосредственно виртуальными машинами и жесткими дисками из курса по 16 серверу. Вот здесь вот подготовленные диски. Вот, давайте возьмем этот диск. И на базе этого жесткого диска я могу впоследствии сделать готовую виртуальную машину без необходимости разворачивания операционной системы, конфигурирования настройки. Ну, некий аналог клонирования, хотя это, конечно, не совсем так. Некоторые моменты, о которых нужно помнить при работе с жесткими дисками. Использовать VHDX диск нужно с осторожностью, с учетом того, что, возможно, потребуется обратная совместимость. И она и есть, эта обратная совместимость. То есть, если вы хотите использовать универсальные жесткие диски, то вы должны по возможности учитывать ту среду, в которой вы будете эксплуатировать ваши жесткие диски. В зависимости от того, какой у вас сервер, какое поколение гипервизора. Если вы хотите куда-то их потом, может быть, скопировать, перенести. Если вдруг появилась необходимость, вы можете легко преобразовать файл VHDX, ну и наоборот. Эта процедура тоже достаточно простая. Здесь ничего сложного нет. То есть, если вам в наследство достался, к примеру, старый жесткий диск, то вы можете выбрать этот жесткий диск и его преобразовать. Это тоже доступно. Динамически расширяемые диски в настоящий момент можно смело использовать для продакшена. То есть, это, опять же, подход в Microsoft. Хотя, наверное, возможно, вы читали, видели, что Fixed Size диски желательно использовать максимально, где это возможно, для повышения эффективности работы, качества работы. Но в настоящий момент VHDX файлы, размещенные на файловых системах типа ReFS, они дают такой же эффект, как и Fixed Size диски. Желательно помнить о том, что дифференциальные диски, они снижают производительность. Потому что данные считываются из, возможно, цепочки дисков, потому что дифференциальные диски могут использоваться не только в конфигурации родительский диск и дочерний диск. У вас может быть целая цепочка длительная. И у вас дифференциальных дисков в работе может быть задействовано несколько, два, три, четыре и так далее. И для того, чтобы сочетать эти данные, вам потребуется достаточно много времени для нахождения, для прочтения и предоставления виртуальной машине. Поэтому, по возможности, старайтесь избегать дифференциальных дисков в продакшене. Помните, что если вы родительский диск поменяете, все дочерние виртуальные машины, которые базировались в своей работе на этот дифференциальный родительский диск, будут неработоспособны. Ну и впоследствии, если вдруг возникнет необходимость, вы можете всегда переподключиться к родительскому диску. Если, допустим, вы родительский диск перенесли на другой, ну, с диска C, условно, на диск D, естественно, дифференциальный диск потеряет связь с родителем, и это можно все восстановить. Где размещать, собственно, сами файлы виртуальных машин? Тут логика очень простая. Естественно, вендор рекомендует размещать их на хранилищах, которые обладают максимальной производительностью, потому как от этого зависит эффективность работы в виртуальной среде. Желательно, чтобы это было хранилище высокодоступное, надежное, быстродействующее и достаточной емкости. Ну, то есть стандартные пожелания, которые, наверное, применимы к любому сервису, к любой среде. Вот, чтобы хранилище было большое, чтобы оно было доступное и высокопроизводительное. Начиная с 12-го сервера, вы можете размещать виртуальные машины в сетевой шаре на основе протокола SMB 3.0. То есть, если вам необходимо размещать машины где-то на выделенном ресурсе, то вы можете это сделать. Но помните, что это до вас только вот с этого поколения. При этом Hyper-V может хранить там абсолютно весь набор данных, то есть и конфигурационные файлы, и виртуальный жесткий диск, и чекпоинты. При этом желательно, конечно, использовать высокодоступные файловые решения, такие как Skill-Out File Server, для того, чтобы обеспечить, опять же, высокую производительность и высокую надежность. Теперь, что касается настройки сети. То есть, вот следующий шаг. Вы определились с хранилищами, вы определились с дисковой подсистемой, где будете хранить ваши виртуальные машины, и потом настройка сети. То есть, настройка сети делается у вас вот здесь вот, Virtual Switch Manager. Настройка дисковой подсистемы, то есть, где будут у вас лежать. Настройка гипервизора, файлы виртуальных машин, жесткие диски. То есть, все определились, сконфигурировали. Так вот, что у нас по сетям. Как вы понимаете, для того, чтобы виртуальные машины могли взаимодействовать, им нужно настроить сеть. Сеть в Hyper-V бывает трех типов, ну или видов. Это внешняя, внутренняя и частная. Когда вы приступите к созданию сети, вот опять же я возвращаюсь к нашему Hyper-V, то у меня, собственно, появляется вопрос, какую сеть я хочу создать. Один из трех вариантов. В процессе создания мне предложат указать название этой сети, а также ряд настроек. Но погружаться в настройки мы пока не будем. Давайте разберемся, для чего эти сети нужны. Значит, внешняя сеть External Network Microsoft позиционируется как универсальный инструмент, который обеспечивает работу виртуальных машин друг с другом, а также доступ ко внешним ресурсам. Ну, собственно, само название говорит за себя. То есть, если ваши машины подключены ко внешней сети, то, как правило, они могут взаимодействовать с внешними ресурсами. Если у нас с вами сеть создается Internal типа, то эта сеть создается для того, чтобы передавать информацию, взаимодействовать внутри виртуальной инфраструктуры, то есть машины, подключенные к Internal Network, работают друг с другом, а также могут работать с гипервизором. Если мы говорим о частной сети, то частная сеть – это полная изоляция для виртуальной среды, виртуальные машины могут взаимодействовать друг с другом, и все на этом. То есть, никто больше с ними взаимодействовать не может. Ни внешние потребители, ни сам гипервизор. Помимо этого, вы видели достаточно много дополнительных настроек. Это и настройка виланов, и возможность фильтрации информации, и возможность сбора этих информаций. То есть, там в коммутаторах функциональность большая. Но, к сожалению, формат семинарчик не позволяет глубоко погружаться в эту тематику. Слишком мало времени для всего этого. Но это все можно будет, опять же, если будет желание, потихонечку изучать уже самостоятельно. То есть, самое главное – понять назначение каждой сети и отталкиваться уже от этого. То есть, если вам этого будет мало, можно потом потихонечку будет дополнить сами настройки. Смотреть. Ну и, естественно, рекомендации, которые компания Microsoft предлагает нам с вами почитать, использовать и внедрять в настройки работы с сетями. Что они рекомендуют? Они рекомендуют использовать ник-тимминг, то есть совместную работу сетевых интерфейсов для обеспечения высокой надежности доступа к внешним ресурсам. Понятно, что если у вашего сервера интерфейс подключения один-единственный, ну хотя для серверов это нонсенс, серверов таких не бывает, но представьте себе, что сетевой адаптер у нас один. При наличии любых проблем, связанных с этим сетевым адаптером, все наши виртуальные машины, которые через этот адаптер попадают во внешнюю среду, они фактически не смогут работать. Что, по большому счету, приведет огромный пласт виртуальных машин к, по сути, такому внутреннему использованию. Они внутри между собой взаимодействовать смогут, но с внешним миром связь потеряется. Поэтому существует настоятельная рекомендация использовать в качестве вот этого внешнего объекта никтиминг для, еще раз, надежности прежде всего. Если получится, то можно поговорить и подумать на тему того, нельзя ли это сделать еще и более производительным, то есть агрегировать каналы, да, если, опять же, перед вами такая задача стоит. Но во главу угла изначально ставится надежность. Это первая рекомендация. Далее. Для того, чтобы вам контролировать нагрузку на ваших сетевых интерфейсов, неплохо было бы контролировать, ну, скажем так, аппетиты некоторых потребителей, которые могут съедать сетевой трафик, монополизировать сетевой трафик всех ваших сетевых интерфейсов. То есть у вас есть возможность для каждой виртуальной машины в настройках, скажем так, ну, дополнительно накладывать ограничения на работу с сетевым трафиком. В виде, вот, бендерс-менеджмент. Это, конечно, если у вас есть подозрения на все это. Это тоже рекомендация. Понятно, что в вашей среде возможно наличие виртуальных машин, как промышленных, то есть те, которые для бизнеса критическими являются, так и машин, которые не являются важными. Ну, там, тестовые, для обучения, для попробовать какие-нибудь там сделать, ну, не знаю, обновления, проверить новые программные продукты, новые релизы, самому заняться самообразованием. Вот, желательно, конечно, такого рода машины, ну, во-первых, выделять в отдельный сегмент, чтобы не смешивать с промышленными. Если такой физической возможности нету, но, опять же, компания небольшая, то, по крайней мере, поставить под контроль это все. Вот, адаптеры, которые вы будете использовать в серверах, ну, максимально, насколько это возможно, покупайте с учетом технологий виртуализации. На текущий момент все ведущие производители сетевых интерфейсов предлагают адаптеры, которые максимально заточены, ориентированы на поддержку виртуализации. Microsoft поддерживает, ну, практически все те возможности, которые в эти адаптеры закладываются. Это и VMQ, и SRIV, и все прочее. Ну, я сейчас не буду сыпать терминами для того, чтобы никого, что называется, не пугать. Поэтому, если есть возможность приобретать, ну, скажем, высокотехнологичные сетевые интерфейсы, которые максимально ориентированы на платформу виртуализации, тогда приобретайте, и вы, собственно, только от этого выиграете. Понятно, что гигабитные интерфейсы производители сейчас мало интересуют, они просто не развиваются, вот, они заинтересованы в продаже другого оборудования уже 10 и более, вот, поэтому активно развивается только оно. Если необходимо изолировать трафики машин друг от друга, то Microsoft рекомендует использовать виртуализацию сетей и потихонечку уже отходить от использования другого сценария изоляции трафика, это VLAN. VLAN на текущий момент рассматривается как устаревший инструмент, который подходит для небольших организаций. Если вы хотите заниматься изоляцией трафика уже серьезно, то для этого виртуализация сетей. И только такой вариант. Что касается теперь самих виртуальных машин. Если вы будете создавать виртуальную машину, то первый вопрос, который вы встретите, ну, наряду с именем этой виртуальной машины, это Configuration Version, то есть версия конфигурационная для виртуальной машины. Значит, если вы создаете новую виртуальную машину, как я уже сказал, помимо названия, здесь у вас будет номер генерации поколения вашей виртуальной машины. И в зависимости от того, какая платформа у вас используется, это 12-й сервер, это 16-й сервер, у вас либо доступны, либо не доступны ряд функциональных возможностей, которые, соответственно, если есть в 16-м сервере, не факт, что есть в 12-м, а тем более не факт, что они есть в 2008-м сервере. Поэтому для понимания того, в рамках какой платформы все это можно запускать, компания Microsoft вводит понятие версии виртуального машины и оборудования. Соответственно, для того, чтобы не получилось так, что вы запускаете виртуальную машину на платформе, которая изначально не способна ее обслужить, ее обработать, то вы перед запуском машины увидите уведомление о том, что данная машина не может быть использована, не может быть запущена. И этот параметр, конечно, он, что называется, прямо сразу вы его не видите. Вот в настройках машины он присутствует. Вы можете обновить версию. Я вам строчечку привел. Update VM Version и название виртуальной машины. Обратный процесс невозможен. То есть вы можете повысить версию. Понизить это нельзя. Если вы планируете, к примеру, сделать процедуру апгрейда, переход с более старой платформы на более новую платформу, то в процессе перехода, когда вы будете апгрейдить сами гиперпетербургеры на 16-ю версию, возможно, вам захочется сделать переход с старой версии на новую. Опять же, почему? Потому что в новой версии у вас доступен достаточно большой набор новых возможностей, которые в старой версии отсутствуют в 5.0. К номерам сейчас активно так не присматривайтесь. Почему у Microsoft вот такой переход с 12-го на 16-й, здесь пятая версия, здесь сразу восьмая. Но это вопрос такой. Но это не ко мне точно. Потому что промежутков между 12-м R2 и 16-м сервером в виде операционных систем никаких не было. Тем не менее, здесь наблюдается явное ощущение того, что где-то шестая версия, где-то седьмая версия потерялась и так далее. Вот такая вот у них нумерация. Так вот, если вы хотите задействовать некоторые возможности, ну, к примеру, есть возможность прямого обращения, используя PowerShell к виртуальной машине, то есть, ну, кто знаком, допустим, с командой строкой, есть возможность удаленного исполнения команд в PowerShell, используя PS Session. Так вот, теперь вы можете то же самое делать в отношении виртуальной среды. Для того, чтобы обратиться к виртуальной машине, не имея сетевых настроек, не имея никакого сетевого взаимодействия, то есть, на сервере одно IP-пространство, в виртуальной машине другое IP-пространство. Вы можете это сделать, но для этого потребуется вот восьмая версия виртуальной машины. То есть, максимально эффективные виртуальные машины с максимальным набором настройок вы увидите именно вот в таком варианте. Что касается Generation, тот, который я вам до этого показал, Generation Version. Если у вас есть желание воспользоваться самыми новыми, самыми последними фичами, которые доступны в виртуальной среде, конечно, Microsoft вам рекомендовать будет создавать машины второго поколения, ну или нового поколения. Идея заключается в том, вот разница между этими поколениями, что в первом поколении идет полная симуляция всего того набора оборудования для виртуальной машины, которая есть в физической среде. То есть, если взять виртуализацию, как она изначально шла, то, собственно, воспроизводилось все то, что было у нас на физике, в виртуальной среде. То есть, наборы контроллеров, шин, PCI и всего прочего. Для того, чтобы эта машина работала. Здесь, собственно, это все видно. Если зайти в внутривиртуальную машину, посмотреть, что там из себя она представляет, то вы найдете хорошо узнаваемые контроллеры, PCI-шины, ну и так далее. Компорты, дискеты. На текущий момент множество из этих аппаратных элементов не нужны для эксплуатации систем. Возникает вопрос, если нам это не нужно, зачем это эмулировать, зачем это все поддерживать. На это тратятся ресурсы как самого гипервизора, так и это все конфигурируют надо в операционной системе, драйвера, ну и так далее. И вот Generation 2, это, по сути, не что иное, как такой пересмотр того набора оборудования, которое нужно предложить виртуальной машине. Конечно, с учетом того, что виртуальная машина, операционная система прекрасно понимает, с чем она работает. И здесь вот показаны такие возможности, которые у вас появляются, если вы будете использовать виртуальную машину второго поколения. Это Secure Boot, то есть безопасная загрузка. Для кого-то это принципиально с точки зрения безопасности. То есть у вас есть жесткий регламент, по-другому никак. Это возможность загрузки виртуальных жестких дисков со SCAZ, то есть он исключительно только с него это делает. Возможность загрузки с DVD, со SCAZ контроллера. Это использование сетевого интерфейса, уже не устаревшего, как это было ранее в первой версии, а полноценного 10-гигабитного сетевого интерфейса. И загрузка с PX и Boot. То есть не надо для этого ставить старый адаптер. UFI, естественно, поддерживается. В последней, вот в реинкарнации того, что мы знаем, в 16 сервере, появилась возможность добавлять память, добавлять на горячую, добавлять сетевое устройство на горячую. Но это доступно только во втором поколении виртуальных машин. То есть если я сейчас, хотя у меня 16 сервер, вот у меня есть виртуальная машина, если я сейчас включу, хотя вот кто, опять же, интересуется, наверняка читал, что есть горячее добавление, я не смогу здесь, в настройках теперь виртуальной машины, у меня все заблокировано, выполнить то, что в принципе там обещано. Ну, не работает это. Это будет справедливо в ситуации, когда у вас будет именно Generation 2. Вы сможете память добавлять и сетевое устройство добавлять. Помимо этого, в виртуальных машинах компания Microsoft рекомендует устанавливать компоненты интеграции, которые позволяют наиболее эффективно соединять работу этой виртуальной машины с платформой виртуализации и получать ряд дополнительных возможностей. Это и мониторинг ресурсов, это возможность просмотра информации, ну, дополнительного действия. В 16 сервере в поколении Generation 2 для Linux операционных систем появляется тоже Secure Boot. Дело в том, что второе поколение, оно появилось не в 16 сервере, оно появилось еще ранее, в 12 сервере, но там, как это бывает частенько у микрофлаза, не все сразу было реализовано, аппетиты были, собственно, понятны, но не все было сделано сразу. Вот, помимо этого, появилась возможность прямого проброса PCI-устройств, это тоже было анонсировано, это присутствует и это работает, то есть вы можете взять PCI-устройства и напрямую пробросить виртуальную машину. Ресурс-метеринг, то есть потребление ресурсов, это тоже присутствует для того, чтобы планировать, контролировать потребление, ну и там, далее там, отслеживать эти машины. Ну и рекомендации, которые в целом они, ну такие достаточно логичные, понятны для любой виртуализации, это избегайте дифференциальных дисков в продакшн-среде. Дифференциальные диски, еще раз, хороши в образовательной сфере, они хороши для разработчиков, людей, которые занимаются тестированием, им нужно быстро в СПС вести виртуальную инфраструктуру, я сейчас покажу по завершению, каким образом этим воспользоваться. Используйте несколько сетевых устройств для того, чтобы высокую доступность обеспечить вашей сетевой составляющей. Ну и размещайте файлы жестких дисков виртуальных машин на быстрых хранилищах. Надежные быстрые хранилища, надежная быстрая сеть, ну и постарайтесь избегать дифференциальных дисков. И в целом, у вас все будет хорошо. Значит, смотрите, вот я специально оставил немножко времени для того, чтобы небольшую демонстрацию сделать. Вот, мы с вами чуть ранее создали жесткий диск дифференциального типа. И, к примеру, передо мной стоит задача создать новую виртуальную машину. Я создаю новую виртуальную машину, даю ей название, ну, к примеру, newvm, сейчас, мне кажется, был нажат. Пока я создам машину виртуальную первого поколения, даем ей оперативную память, ну, пусть будет 4096, подключим ее к внешней сети. И вот на этом этапе я выберу не создание нового жесткого диска, а использование уже существующего. И вот на это я хочу особо обратить внимание, смотрите, у меня жесткий диск, который я создал чуть ранее, имеет размер 300 килобайт. Он пустой, там ничего нет. Тем не менее, я его подключаю. Это как раз тот дифференциальный диск. И активирую работу виртуальной машины, то бишь ее включаю. И давайте посмотрим, что мы получим в результате. Мы видим, что у нас найдет запуск некой операционной системы, которую я не разворачивал, я ее не устанавливал, не конфигурировал. Просто информация об этой операционной системе взята из родительского диска. То есть все, что нужно, считывается оттуда. Все, что необходимо поменять, и я изменяю, оно будет писаться потом на уже другой диск, дифференциальный диск, который мы создали. Таким образом, он в процессе работы будет расти. Помнить надо о том, что машина виртуальная, которую мы создали таким образом, она будет являться, по сути, полным клоном родительского объекта. Поэтому имя, IP-адреса, настройки, вопросы лицензирования, вопросы, связанные с избежанием различных дубликатов и всего прочего, они должны быть, конечно, важными. Но, опять же, это немножко другая тема, я на этом останавливаться не буду. Теперь давайте проверим, насколько достижим, ну, либо не достижим, какой-нибудь узел в интернете для нас с вами. Видим, что взаимодействия никакого нет. Можем попробовать проверить. узел в интернете. Ну и под занавес можем дать команду IP-конфиг, где мы наблюдаем, что у нас отсутствует IP-адрес, адрес самоназначенный, IP-подиапазон. Каким образом нам настроить выход в интернет, чтобы у нас виртуальная машина могла туда попадать. И опять возвращаемся к настройкам уже виртуального коммутатора. Мы использовали уже заранее созданный external network. Но этот external network мы видим, на самом деле, хоть название говорит о том, что это внешний коммутатор, технически это коммутатор, который изолирован. Он частный. Я выбираю external network. Да, Николай должен быть доступен. Все идет, запись идет. Не переживайте. Смотрите. Вот я выбираю external network. Естественно, ну скажем так, я специально не делал таким образом, чтобы настройки все были корректны, чтобы все функционировало, чтобы все работало. Единственное, здесь нужно не ошибиться с тем, что является каналом связи с внешним миром. Мы видим, что у нас external network взаимодействует, подключается, связывает нас с внешним миром через сетевой интерфейс и название какое-то. На нашем сервере может быть несколько сетевых устройств. Одно из них может действительно иметь возможность подключения к интернету, другое нет. И вот вам заранее нужно знать, какой из адаптеров вам эту функциональность может предоставить на вашем сервере. Ну вот, в частности, опять же, не специально было сделано, но так получилось, что у меня вот это устройство, мы видим Realtek PCI Family Controller с номером 4, он просто отключен. Но, к сожалению, если вы посмотрите на настройку здесь, об этом информации никакой нет. То есть, нет никакого индикатора о том, что сетевой адаптер отключен, что он как-то не функционален. Он есть в списке, он его предлагает выбрать. Понятно, что если я его выбираю, я никуда не попаду, потому что связи с внешним миром нет. Мне нужно выбрать другой интерфейс. Вот он. Пятый, который подключен к внешнему миру. Ну, собственно, я его в списке выбираю. Применяю настройки. Возможно, кто занимается дистанционно, то есть, в семинарчике присутствует, да, обратили внимание, что на какой-то момент пропала связь, потому что шло переконфигурирование сети. И теперь у меня поведение виртуальной машины, оно изменится. Проверяем настройки IP-адреса. Видим, что у виртуальной машины теперь изменился IP-адрес. Вот. Мы его, по крайней мере, уже получили. Ну, и можем в адресной строке набирать интересующую нас информацию, то, что вам надо. Набрать какие-то данные, ну, не знаю, тот же Microsoft, да. И видим, что поисковик работает, интернет есть. то есть, если у вас возникают проблемы, связанные с сетями, начните с анализа виртуальных коммутаторов. Виртуальный коммутатор, который обеспечивает связь виртуальных машин между собой, он тоже должен иметь выход за границы вашего физического сервера. Найдите интерфейс, если у вас сервер, то, я заранее говорю, их будет несколько и не обязательно два, их может быть и четыре интерфейса, а может быть и больше. Можно выбрать интерфейс, который, собственно, свяжет вас с сверхним миром. Понятно, что если у вас есть дополнительные настройки, такие как VLAN ID, эти настройки, возможно, сделаны на внешнем физическом оборудовании, они тоже могут воспрепятствовать нормальному взаимодействию на нормальной работе. То есть, все должно быть, конечно, корректно, сконфигурированно, настроено. Теперь давайте создадим виртуальную машину второго поколения. Давайте я так напишу Generation 2. Для чего? Для того, чтобы мы могли просто элементарно сравнить, что из себя представляет оборудование. этой виртуальной машины. Так, то, что отключим к внешней сети, создание новой жесткий диск, выберем пункт, он по умолчанию стоит, установка операционной системы позже, и завершаем. И если мы выберем настройки машины и посмотрим, что она из себя представляет, то это по сути крайне небольшой список. Вот если вспомнить, что было у нас, когда мы открывали другие машины, то там вплоть до флопиков, компортов и чего только не было. То есть весь спектр. Еще раз, полная эмуляция некого прототипа физического сервера, компьютера, который у нас здесь воспроизведен. здесь же сетевое устройство, жесткий диск, процессор, память, все. Для работы машины больше ничего не нужно. Четыре компоненты процессор, диск и память сеть. После этого мы можем смело виртуальную машину включать и начинать процедуру установки, если у нас есть дистрибутив, с которого мы будем соответственно грузиться, ну и так далее. Ну и как следствие вот здесь вот есть, вы видите, возможность добавлять сетевой адаптер, чего не было в виртуальной машине первого поколения. Можно это сделать. То есть добавить еще один адаптер или отредактировать настройки памяти, чего тоже не было в виртуальной машине первого поколения. И обратите внимание, абсолютно неважно, есть у вас операционная система, нет ли у вас операционной, это никак не зависит от операционной системы внутри вашей виртуальной машины. Вот сейчас вообще ничего нету, мы спокойно это смогли сделать. Вот такой вот небольшой семинарчик, посвященный знакомству, первому знакомству с гипервизором.